Один из вопросов – развитие внутреннего туризма. В 2015 году темпы роста составили 18%, в прошедшем, по предварительным данным, на 3% меньше. Тем не менее, высокий туристический сезон еще не завершился, и увеличение турпотока в среднем по стране составляет порядка 9%, отметил в своем выступлении руководитель Ростуризма. Особое значение для страны имеет развитие зимнего отдыха. И в качестве хорошего примера Олег Сафонов привел горнолыжные курорты Красной Поляны. Наибольшей популярностью у нас пользуются горнолыжные курорты города Сочи, курорты горнолыжные Северного Кавказа. В Сибири у нас есть ряд интересных горнолыжных курортов и в Алтайском крае, и в Кемеровской области, на Урале и на Дальнем Востоке. Краснодарский край показал порядка 500 тысяч человек, тоже рост более 8%. По словам главы Ростуризма, увеличение внутреннего въездного туризма приводит к развитию 53 отраслей народного хозяйства, созданию рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, а также повышению доходов в бюджетах всех уровней. Только от Сочи доходы в бюджет Краснодарского края за несколько последних лет выросли в три с половиной раза. Это еще раз говорит о том, что мы в целом не зря развивали Сочи как круглогодичный курорт. И можно отметить, что кое-что хорошее мы все-таки сделали. Во всяком случае, в Сочи этот результат очевиден. Крупнейшие российские аэропорты обслужили на 20% больше пассажиров, чем в предыдущий период. В 2016-м российскими авиакомпаниями было обслужено 88 миллионов пассажиров. Только Сочи и Симферополь в этом году принял более 5 миллионов 200 тысяч пассажиров. А все потому, что в новогодние праздники в регионах была организована большая линейка событийных мероприятий.